Так, что дальше? Он считает, что музыка способна изменять мир. И во всем случае людей, которые в этом мире живут. Спасибо вам, Майкл, спасибо за счастье. Да вам, вы счастливы. Он мне сказал как-то абсолютно спонтанно. Говорит, всю жизнь нужно ходить в плаще ученика. Какая-то у меня такая огромная забота о тех, кто рядом с ним, и о тех, кто, может быть, не так близко. Спасибо. Самое радостное, что ты услышишь, вы так молодо выглядите. Что вы употребляете, Владимир Кеодорович? Любовь, ответишь ты. Он сделал эту программочку и написал Сати с пожеланием добра, счастья и творческих радостей. Ну вот теперь вот так вот уже 31 год добру, счастья, творческих радостей и масса проблем. Ну а попутчик мой божеской выпечки Не покладая стараний своих То он на флейточке, то он на скрипочке То на валторне поет за двоих. Я действительно себя ощущаю странником по жизни. Как говорит один мой друг, нужно менять картинку. Действительно, я понял, что нужны все время впечатления. Нужно, чтобы вы были все время наполнены чем-то. Это книги, это театральные спектакли, это встречи с разными людьми, потому что мы ведь не знаем, кто является нашими учителями в действительности. Ты здесь не бойся. Ты здесь можешь чуть-чуть поярче играть. Спасибо. Спасибо. Величайший кардиохирург современности, Джеймс Кокс. Я люблю тебя, Семити, сэр. Извините, мой. Нет, 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 это лучше, это лучше, это лучше, это лучше. После концерта в кабинете президента Московского дома музыки Владимира Спивакова всегда бывает много людей. Так что маэстро иногда даже не успевает переодеться. В этот вечер друг Спивакова, известный российский кардиохирург Лео Бакерия пришел на концерт со своими американскими коллегами. Это очень специально. Это очень специально для нас. Спасибо. Мне очень хотелось их привезти, потому что реально это крупнейшее их весь мир знание. И во-вторых, им тоже очень хотелось, потому что они знают Спиваков, Спиваков. Это вот, воистину, подвижническое деятельность. Мы каждый на нашем посту делаем то, что можем, на этом отношении. Публика привыкла видеть Владимира Спивакова в черном, классическом цвете музыкантов и дирижеров. Но этот цвет совсем не сочетается с его характером, отношением к жизни и людям, ощущением мира. Надо друг другу помогать. Еще до Христа сказал китайский философ Мо Цзи об этом. Раз, два, три. Раз, два. Партитура жизни маэстро, черные ноты на белой бумаге, сложна, требовательна и непредсказуема, как и сама стихия музыки. А значит, надо держать спину прямо, чтобы не происходило. Вы знаете, пессимист – это тот человек, который в каждой возможности видит трудность. А оптимист – это тот человек, который в каждой трудности видит возможность. Вот я скорее к этим людям отношусь, которые видят возможность все-таки что-то исправить. Когда-то ленинградский школьник Володя Спиваков, мальчик из хорошей семьи, ученик музыкальной школы, стал заниматься боксом, чтобы научиться защищать себя и свою скрипку от безжалостных сверстников. Боксерские навыки ему, кстати, потом не раз пригодились. Но с годами музыка сама стала тем голосом и той интонацией, с которой Владимир Спиваков разговаривает с миром, пытаясь соединить людей и скрипить такое хрупкое пространство сегодняшней жизни. Я появлюсь 24-го, 25-го у меня репетиция в Москве. Да, хорошо, наберу. Или ты набери. Давай, обнимай. Американские гастроли Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в мае 2014 года проходили очень нервно. Политическая ситуация вокруг украинских событий втянула в свою орбиту и музыкантов. В Бостоне человек вышел на сцену прямо во время концерта. А в Нью-Йорке прошли пикеты с небольшим количеством участников, которые призывали бойкотировать выступления оркестра. Причем эти бойкоты не имели никакого результата, потому что давайте бойкотировать концерты. Все равно зал полный. Нет, давайте. В Нью-Йорке все знали, что билеты раскуплены уже за два месяца, что нет ни одного билета, что этот переполненный вот этот вот Эври Фишер Холл переполнен битком. И пикет, не пикет, все равно он был переполнен битком замечательной публикой. Причем публика была наполовину американская, кстати говоря. Здравствуйте. Я вообще считаю, что у человека должна быть свобода выбора. Думать он может так, как он хочет, и поступать так, как он хочет. Но все-таки существует воспитание, существует уважение к человеку, существует ответственность. Я говорю, воспринимай это немножко с чувством самоиронии. Потому что если действительно вышли бы какие-то страшные силы на улицу, тогда, в 1977 году в Нью-Йорке, швырнули бы тебе просто в солнечное сплетение пластиковую бомбу, которая взрывается, и которая может, в принципе, убить просто от шока. Или если бы они выходили с этими плакатами, ты бы входил и ты бы увидел, что зал пуст. Тогда это надо было бы воспринимать как личный фрагмент. А так, я чувствовала, что его не задевает, нет. Ему больно, потому что у него своя точка зрения на все события. Свою музыку Спиваков защищает уже не в первый раз. Концерт, о котором говорит его жена Сати, тоже состоялся в Нью-Йорке в 1977 году. И тогда тоже перед знаменитым залом Карнеги-холл его встречали пикетчики, протестующие против политики Советского Союза, который не выпускал тех, кто хотел уехать из страны. Более того, музыканты атаковали прямо на сцене. С 10-го ряда выбежал молодой человек, который запустил мне в солнечное сплетение, попав прямо вот в солнечное сплетение сюда. Это называлось «пент-бомб», то есть такая трехкилограммовая банка с краской. Это был страшный звук. Я подумал, что меня убили. Я, естественно, согнулся, но продолжал еще каким-то чудом играть. И вдруг я увидел на скрипке каплю краски красной. Тогда я понял, что меня не убили, потому что это краска. И дал себе внутренний приказ доиграть. И вот я дыхание начинал восстанавливать медленно, поднимался, поднимался. И в конце, с последней ноты «Р», которую я вытянул до конца, весь зал уже стоял и кричал. Потом об этой истории писатель Сергей Довлатов в своем ироничном стиле рассказал в книге «Соло» на Удрвуде. У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант. Агент КГБ, убирайся вон. И еще, все на борьбу за права советских евреев. Начался концерт. В музыканта полетели банки с краской. Его сорочка была в валых пятнах. Спиваков мужественно играл до конца. Ночью он позвонил Соломону Волкову. Волков говорит, «Может, после всего этого тебе дадут заслуженного артиста?» Спиваков ответил, «Пусть дадут хотя бы заслуженного мастера спорта». Артисты выступают в разные времена. Политическая конъюнктура, конечно, она влияет на восприятие страны. Да, но когда артист выходит, начинает играть, и если это большой артист, то ничего не помешает. Спивакову в этом смысле ничего не грозит в будущем, потому что его искусство победительное. Он вообще по природе такой победитель. И это очень такое важное качество. Сегодня мир в таком состоянии, когда стоит на пороге всеобщего отрицания. Собственно говоря, всегда человечество находится между двумя точками. Как бы его развитие находится. Это интересы и идеи. Вот, к сожалению, кратковременно побеждают интересы. А в более, так сказать, длинном пространстве побеждают идеи. Я оставляю после каждой поездки в Америку деньги для того, чтобы была возможность у американских детей быть прооперированными. Такую организацию, Train of Smile, это как бы поезд счастья. То есть это пластические операции на лице делают американским детям. Постараемся, постараемся. Ну, дай мне приехать в Москву. Хорошо? Не волнуйся, все будет нормально. Давай. Все, сейчас играем две четверти. И... Наверное, подарки на репетиции – приятная мелочь. Но не для маэстро. Юная пианистка Варя Кутузова и многие другие маленькие и уже довольно взрослые музыканты занимают особое место в его душе. Они стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Вечером вместе с ними он выступит на открытии фестиваля «Москва встречает друзей». Когда распалась такая великая империя, как Советский Союз, я понял, что в первую очередь будут страдать дети и старики. Ну, я себя спросил, что я могу сделать. Ну, и решил сделать вместе с друзьями фонд такой благотворительный. Я не могу видеть, как проявляется неуважение к старикам, к больным каким-нибудь, к людям с ограниченными возможностями. «Браво, мальчик, браво!» «Колени выше поднимаем!» «Раз, два!» «Саша, молодец!» «Выше коленки!» «Раз, два, три!» Кажется, ничего особенного. Обычный детский хореографический ансамбль. Кроме одного. Эти девочки не слышат музыку. Они вообще ничего не слышат и не говорят. Такими родились. Благодаря фонду Спивакова мы выступаем на таких площадках, на которых выступают очень выдающиеся большие артисты. Первый концерт наш был в Министерстве финансов. Это было восемь лет назад. Это вот детки, которые... Те, которые были в Министерстве финансов, уже, наверное, сейчас детей имеют. И, наверное, рассказывают своим детям о том, что музыку можно услышать сердцем, если есть кто-то, кто в этом абсолютно уверен. Два и три, четыре. Молодцы! Владимир Тадович, вас ждут маленькие жиги. Когда Владимир Спиваков гастролирует с юными музыкантами, он ставит одно условие, которое не может быть невыполнено. Прямо на сцене в качестве приглашенных зрителей должны сидеть дети из местных музыкальных школ и их педагоги. Как позволяет сцена, вот столько, чтобы посадили. Понимаете, что дети, они, ну, конечно, не могут достать билеты на концерт. Это не может быть материалом, но это для них важно. Так интересно, для зрителей очень интересно, но для них это важно. И они сидят на сцене, и они сидят, и дирижер перед ними лицом. Был случай такой был в Минске, в оперном театре, когда директор, ну, бывают же какие-то там люди, ну, сама, нет и все, нельзя, противопожарные, народу много на сцене. Спиваков позвонил в администрацию президента. Через две минуты пришел этот человек, извините, пожалуйста, спасибо, что надо, чем помочь, куда стул поставить. Теодор Ильич, пропустив шум жизни через организм, мы выделяем капельку меда в виде музыки или мысли. Средний артист может уйти незамеченным, плохого прогонят, великому пути назад нет, сзади свои, значит, опять и опять вперед. Душу, тело, звук, мысль, покоряй и приручай. Смертельно это счастье брать в плен, чтобы быть в плену. И они еще хотят знать, кто ты, что ты, что ты ешь, с кем ты. Самое радостное, что ты услышишь, вы так молодо выглядите. Что вы употребляете, Владимир Теодорович? Любовь, ответишь ты. А вот и Иванчик наш. А вот и Иванчик, иди сюда. Я все-таки должен надеться. Совершенно неожиданная встреча в кабинете Владимира Спивакова. Давний друг маэстро, известный кардиохирург Лео Бакерия, много лет не видел этого юношу, хотя сыграл в его судьбе большую роль. Два года 11 месяцев ему было. А Сергей Валерьевич, кстати, он работает? Работает. Ну, звонил я. Но все решил Лео Антонович, поэтому твоя жизнь была в его руках. Так и произошло. Он мне все время звонил. Каждый день в кальмар звонил. Я спрашивал, как Иван, пока не могу, но надеюсь, пока ничего, надеюсь. Много лет назад, во время гастролей Владимира Спивакова в Екатеринбурге, к нему подошла женщина и рассказала о своей беде. Ее маленький сын болен, а местные хирурги не решаются его оперировать. Она просила не денег, а помощи. Спиваков позвонил своему другу Бакерии, и Иоанну была сделана сложнейшая операция на сердце, которая длилась больше восьми часов. Он подарил мне вторую жизнь, можно так сказать. И я, вдохновившись его общепримером, его жизненной позицией помогать людям, я решил для себя, что музыкант – это прекрасно. И захотел, как он им просто играть на скрипке. Владимир Теодорович услышал это уж не знаю, каким образом, и прислал мне извинный скрипку. Может быть, это самое главное, что я сделал в жизни, потому что в фонде работает всего несколько человек, а за 20 лет существования фонда более 20 тысяч детей получили помощь, включая тяжелейшие операции, которые были проведены как в России, и так и за рубежом детишкам. Вот эти более чем 20 тысяч детей – это такой удивительно здоровый и чудесный кусочек человеческого сообщества. 68-й такт. А, два, три, четыре. Он человек большой, большой души. И он понимает, что такое культура, что такое искусство и что такое воспитание детей в этом смысле, в этом направлении. Поэтому нисколько не удивляюсь, что он образовал и фонд, он делает детские фестивали, он соединяет различных артистов из других стран. И поэтому вполне такое определение, как человек-мост, абсолютно подходит к нему. А он к тому же из Петербурга, здесь, конечно, наши мосты. это очень хороший и надежный мост. Пройдет сто лет и не будет иметь никакого значения, сколько у меня было денег, в каком доме я жил, какая у меня была машина, но мир может стать иным из-за того, что я был важен в жизни одного ребенка. Ричард Бах, писатель. Так, что дальше? Раз, два. Пап, 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 пап. Нет, как раз над этим музыкальным произведением с начинающей певицей Анной Кова маэстро не работал. Здесь он скорее зритель, но зритель пристрастный, заинтересованный. Где-то это мое, а у папы свое, у каждого свое творчество, и своя музыка, и свое понимание музыки. Нужен был созданием, так что Анна Кова для меня самая правильная была, я считаю. Младшая дочь Спивакова, Анна, приехала в небольшой французский город Кальмар, где уже 26-й год ее отец проводит международный музыкальный фестиваль. По сути, только здесь, в Кальмаре, может собраться вся семья Спиваковых. Родители и дочери живут сегодня в разных странах и видятся не очень часто. Особенно если учесть, что гастрольный график главы семейства расписан по меньшей мере на год-полтора вперед. Привет! Певица! Биг Зарас. Вау! Анна Кова! И как ни странно, с детьми такое происходит, кажется, когда они маленькие, вы им очень нужны. А потом наступает какой-то период, когда вы себя чувствуете совершенно им не нужным. А сейчас вдруг снова наступает период, когда ребенок уже не ребенок. Вот я, например, чувствую, что я и отец ей нужны, но уже на совершенно другом уровне и в другом качестве. Вот когда моя младшая дочь вдруг решила заниматься джазовым пением, я послушал, вызвал ее, говорю, Анюта, ты чудно поешь, а кто музыку написал? Она говорит, я. А кто слова написал? Я. Она говорит, я. Я говорю, ну музыка неплохая, слова не важнецкие. Я говорю, возьми листик бумажки, я тебе дам список англо-американских поэтов, раз ты поешь на английском языке. И спустя два месяца она мне позвонила и сказала, ты знаешь, я поступила в Бостон, в Беркли, School of Music. Она говорит, нам с тобой сегодня аплодировали, папа. У меня были всегда свои идеи, и я всегда знала, что я хотела делать. И он, кстати, только вот уже два года, наверное, знает, что по-настоящему я этому занимаюсь, и ему очень понравилось. вот младшая доченька Анечка была у нас на концертах и на репетиции. Вот она мне прислала смс-чку такую. Спасибо за такие красивые моменты, папуля. Люблю и горжусь. Значит, неплохо воспитывали, получается. Наконец сидим всей семьей. Иначе этого невозможно достичь. Ну, хоть я и заочный отец, как бы отец-заочник, потому что я все время был в разъездах и мало их видел, и как бы, так сказать, не воспитывал все время, а наоборот давал свободу, и единственное, что у них было колоссальное доверие всегда с нашей стороны. Мне кажется, что это очень важно для детей, когда они ощущают доверие родителей. ехали медведи. Похоже, ритм жизни дочери переняли у отца. По неотложным творческим делам уехала из кальмара начинающая певица Анна Спивакова. Но зато буквально в этот же день приехала на фестиваль начинающая актриса Татьяна Спивакова. Я, конечно, без него никогда ничего не делаю. Даже когда его нету, к сожалению, очень его не хватает. Всегда его слушаю, всегда включаю его музыку. Просто отец там, где-то, вот наверху, а мы же тут. Надо добраться, понимаете. А вот сейчас я вот играла на сцене записки сумасшедшего Гоголя. И утром встаю на следующий день и он сидит на кухне. Я вхожу в кухню и он так так громко стоял. Я говорю, папа, ну хватит. Он говорит, ты молодец. И он пошел на базаре, на базаре накупил вот такие книги. Он говорит, ты должна вот это сыграть, вот это сыграть, вот это там, антигоны, еще не знаю что. Мы всегда очень-очень волнуемся, когда папы там смотрят наши работы или то, что это самое главное папе и маме надо, чтобы это понравилось, чтобы они сказали ес, вперед. Знаете, да, курение запрещено, все это. Не надо будет. Все, наверное, не надо будет. Но я после дня рождения может брошу. Может или точно? Нет, не точно. Когда я говорю точно, это уже точно. С папой это очень легко дружить. С папой вы на самом деле самый веселый человек, который я вообще знаю. Он по ночам иногда целую ночь будет стоять там, анекдоты рассказывать. У него вечные новые какие-то анекдоты. Он сам актер такой, вы даже не представляете. Бегом! Нет. Или переждите. Боюсь, если вы так стартаете, мы за вами точно не успеем. Переждите, он быстро пройдет. Голос это вообще чудо. Какое-то необыкновенное чудо природы. такие страницы несказанной красоты в русской музыке духовной, что такое была вера в Бога для Петра Ильича Чайковского или для Сергея Васильевича Рахманинова. Ведь не случайно через все его сочинения практически проходит тема «День страшного суда». Это то, что происходит сегодня, то, что будет завтра вот с вами, что вы должны быть в ответе за ваши действия, за вашу жизнь, за ваши грехи. АПЛОДИСМЕНТОМ появление Спивакова фестиваль в Кальмаре был исключительно европейским камерным. А затем его концепция сильно изменилась. Запад и Восток встречаются в центре Европы. Посмотрим. Пятая цифра. Парадам, 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 парадам. Верный своим принципам и убеждениям Владимир Спиваков снова пытается соединить хрупкое пространство сегодняшней жизни тем, что будет понятно без слов, что разрушает границы, какими бы они не были. Для нас это главное культурное событие всего года. За эти годы фестиваль узнали не только в Эльзасе и во Франции, но и во всем мире. И это благодаря прекрасному музыканту и человеку Владимиру Спивакову, с которым нас связывает личностное доверие. Помимо такой духовной силы, которая есть в этом фестивале, помимо превосходных оркестров, это еще, как ни странно, экономическое чудо в каком-то смысле для города. Потому что здесь во время фестиваля на протяжении этих двух недель переполнены все отели, соответственно, рестораны. Женщины в 9 часов утра сидят под фенами, чтобы приготовиться к концерту. В гостинице мест нет ни в одной. Это трагедия просто для людей, которые приезжают, если они заранее не забронировали номера себе. Владимир Тадорович, он миссионер. Он к музыке относится как к миссии, когда открылся Кальмарский фестиваль. Это была серьезная еще и миссионерская работа, когда проповедование русской культуры было для него очень важным делом в его жизни. Женя Кисин в 11 лет начал выступать с нами, с виртуозами Москвы. Мы вместе объездили полмира. И, конечно, я боялся, как сложится его судьба в дальнейшем. Потому что, когда мы встречаемся с гениальными детьми, очень хочется, чтобы они взошли такими же гениями дальше. Не всегда это получается по разным причинам совершенно, но уже не получилось, слава Богу. Вот он с детства был служителем. Мы призваны не править, но служить. И вчерашний его сольный концерт в Кальмаре принес мне такую радость несказанную. Просто забыть не могу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Я понимал, что некое расстояние есть между нами, но чем отличаются большие музыканты, большие художники или вообще большой человек? Чем больше велик, тем он проще в общении. Это я точно убедился. Я зашел к нему в кабинет. Первое, что он сказал, он говорит, хочешь бутербродик? Я тут купил новую докторскую колбаску, давай с тобой чайку попьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Припачь Спираков, знаете, это одно из самых больших явлений вообще в музыкальной культуре 20-го и 21-го века. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это действительно явление. Когда он играл на конкурсе Чайковского, когда он играл на конкурсе в Монреале, он мне ставил записи тех времен, это, конечно, что-то абсолютно феноменальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, скрипка для меня живое существо. Скорее всего, это женщина. Со своим характером. Она не прощает измены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она начинает скрипеть, расстраиваться, струны лопаются, она кашляет, она не любит меня. Но стоит мне несколько дней поиграть на ней, как она успокаивается, и снова между нами гармония какая-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она мне очень много дает в жизни. Когда что-то случается, какие-то глубокие переживания у меня. Потому что жизнь-то, в общем, непростая вещь, скорее трагедия, чем комедия. И тогда я беру скрипку и сам играю для себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Противоположность ему, поскольку мы дружили, вместе вообще проводили свободное время, ходили в гости друг к другу в дома. Я, например, все свободное время после уроков посвящал психокуртурному залу. Я играл в баскетбол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Ова Спирнаков шел в класс, которому никого не было, и занимался на скрипке. Он безумно любит процесс игры. Он любил и тогда. Известный джазовый музыкант Давид Голощокин учился вместе с Владимиром Спиваковым в музыкальной школе при Ленинградской консерватории. И отличались тогда два друга не только творческими способностями. Между прочим, мы были такие слабые мальчики, что ни один из нас не мог на этом шесте забраться никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы не очень любили нашего преподавателя по математике. Он был занудливый такой пожилой человек, который почему-то хотел из нас сделать математиков. Ну, мы устраивали какие-то провокации, штучки, мы что-то приносили, какие-то жидкости вонючие, в стол наливали, закрывали на ключ, чтобы сорвать какую-то контрольную работу. Какие-то тряпки падали там на голову этому преподавателю с доски. Но все сразу заранее, знаете, знали, что это Спиваков и Голощокин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сам Владимир Спиваков честно признался нам, что иногда занимался мелким хулиганством и по отношению к музыке. Вот так вот. Мы жили в коммунальной квартире, и тогда были проигрыватели, и вышла пластинка на 78 оборотов. Давид Федорович в острых играл Баха. Я ставил эту пластинку, потому что мама уходила на работу и наказывала соседке, чтобы она следила за тем, чтобы я занимался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На черный хлеб соль я сыпал или сахар, не важно, и читал за поем. Я в дирижёры фамилии Спиваков. Кто вам дал право обиздеваться над советским искусством? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, с ним всегда интересно. Интересно разговаривать, интересно застольничать. У нас общих, несколько близких друзей, когда Валовик был 60, что ли, мы сидели писать, всякие капусты, сейчас серьёзное дело. 70-летие, наверное, что-то придумано. Обычно это делает Лёвочка Аганезов, но он сначала нас кормит долго, поет. Потом уже в этом состоянии мы начинаем заниматься сочинением всяких гадостей и радостей друг до друга. Вот у меня есть одна заготовка, моя собственная. Бьют дождинки по щегам впалым, Скажем, Вовочке мы без листья, Для вселенной 70 мало. Этот парень проживёт 200... Один из прессов в Америке. Мы играли в каком-то зале, и в наш заведующий постановочной частью нашёл какую-то такую резиновую руку. И так что-то принёс, и Володя говорит, ну, дай-ка сюда. И когда закончился концерт, и вот он взял эту руку, она причём, это была зима, она где-то нашёл, она холодная, ледяная была вообще. И он её засунул на себе в эту руку. А он, знаешь, когда он подаёт руку, он смотрит в глаза, и люди же не видят ничего. И вот так чуть-чуть эту руку, вот так первому концертмейстеру, то, знаешь, холодная, ледяная рука, то тот как бы улыбается, не понимает, тут же второму. И вот это и дошёл, уже до пятого, когда он зашёл, все эти люди... Он взял это, вытащил руку и швырнул её там в мою сторону, и я её поймал. И сейчас тоже самое. Ещё одна заготовка для Сати, которая сыграла очень большую роль в организации его жизни. Как много девушек хороших сегодня здесь среди гостей. О них скажу немного позже, а сейчас спою одной. И только ей, Сати, Твои тревоги и волнения. Всё началось с этого места, да. Московская консерватория, куда я никогда не хотела поступать. А Вова счастлив, что у него такой жена. Вот уже больше 30 лет Сати Спивакова может не прийти на концерт мужа только в силу чрезвычайных обстоятельств. Они познакомились на территории музыки, и до сих пор всё самое важное в их жизни по-прежнему связано с музыкой. Ой, ну вот, вот эта дверь, я не знаю, даже что-то осталось. Мне кажется, даже двери стали тяжелее. Короче, вот отсюда, когда вы входили, здесь уже был просто такой предбанник. Ну, тогда везде можно было курить. Был предбанник, маленькая такая скамеечка. Этой двери не было, и стены тоже. Вот. И вот здесь вот это всё был предбанник. Вот до сих пор. А дальше, что там было за той стеной, я не знаю. Но самые стратегические места впоследствии в моей жизни стали вот эти два окна. Вот это. И вот тут. Вот сейчас тут закрыто. Вот за этой дверью находилась как бы главная артистическая комната. Там тоже есть окно. Ну, вот там мы и познакомились. Он такой весь стоял, такой мокрый, такой красный. Прямо после концерта весь, видимо, как-то так ещё не отошедший, с полотенцем вокруг шеи. Какой-то даже у меня показался маленький, щупленький. А я всегда стояла вот тут и стою до сих пор, когда есть концерты в большом зале и смотрю, как собирается публика. И как-то так потихоньку пытаюсь утихомить волнение. Я, например, знаю точно перед концертом, если подойти и взять его за руку, кончики пальцев мокрые, холодные, 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 холодные. Такая температура тела страшная. Совершенно. Перед каждым концертом. Выпускница Гидиса Сати предпочла актёрской карьере семейную жизнь с Владимиром Спиваковым. Но очень не любит, когда журналисты говорят, пожертвовала карьерой. Тем более, что потом она стала известной телеведущей, снималась в кино, выступала и выступает на сцене с литературно-музыкальными спектаклями. А в начале их совместной жизни Сати занималась домом, детьми и внешним видом мужа. А с виртуозной маской, когда мы ездили, естественно, я всегда этим занималась. И отпарить фрак, и дать с собой там сухую майку, чтобы постараться его переодеть в антракт, чего он никогда не делает. И чтобы было, что надеть после концерта, и чтобы было, что надеть рубашку перед репетицией. Это важнее, чем моральная поддержка. Потому что можно морально поддержать, человек выйдет на сцену не в тех ботинках. Вся моральная поддержка куда-то уходит. Сейчас, как говорит Сати, она уже спокойна по этому поводу. Но неизменным остается одно. Перед каждым концертом она заходит к мужу, чтобы взять его руки в свои и разделить с ним то самое волнение, которое уйдет, растворится в воздухе с первым взмахом смычка или дирижерской палочки. на моих глазах уже за вот эти там 30 лет я вижу, как он мудреет. И вот эти соединения сейчас уже как-то они не сталкиваются, а наоборот это получается такая абсолютно гармоничная арка, абсолютно гармоничный мост для него. То есть вот если он даже не работает, я понимаю, что у него все равно параллельно всегда идет процесс мысли и мысли эти заняты только одним, они заняты музыкой. А еще Сати пытается открыть для своего мужа мир современных гаджетов. И это, как выяснилось, одна из самых трудных задач в ее семейной жизни. Вот когда появились айпады, он сказал, так, купите мне айпад, я тоже хочу это иметь. Ну, купили. Попытаюсь объяснить. Он вот видит, что там написано, да, допустим, разблокирует. Он делает вот так. Вот это, знаете, когда это все продолжает трястись и ничего не происходит, он начинает кричать, что вы мне купили, этим невозможно пользоваться. Но в этом году большой прогресс, он научился писать смс. Первый смс он написал мне. он написал люблю. Причем целое слово вдруг мне приходит. Я так я ему пишу ура. Значит, ты научился писать смс. Вы умеете снять с вот этого отключения клавиатуры? Вы понимаете? Я с тобой здесь я снять блокировку? Да, блокировку. Она все отключается. А, ну, она автоматически не сидит. Вообще, быть женой музыканта, наверное, очень трудно. Я вспоминаю, был такой случай, жена Ягуди Минухина, великого скрипача, как-то проходила пограничную заставу какую-то, и нужно было заполнить анкету. Там был такой пункт, ваша профессия, она написала раба. пограничник ее позвал, сказал, что это означает. Она говорит, да, я раба вот этого человека, Игуди Минухина. Ну, я, конечно, так, кстати, сказать не могу, потому что она просто сама по себе выдающаяся личность. Я думаю, что мне очень повезло в жизни с такой замечательной супругой, другом, матерью, подругой. Вот, мне все сложилось. Все-таки мы вместе это 30 лет. А самое главное в нем это то, что он постоянно совершенствуется. Вот, он постоянно растет как личность. У меня ощущение, что у Спивакова происходит какой-то иной процесс, потому что вот сколько я за ним наблюдаю, он все время постигает какие-то новые истины. То есть, если люди обычно бегут вперед, он идет куда-то вглубь. Еще разок. Музыкальный спектакль «Признание в любви» по переписке Чайковского и Надежды фон Мек для Владимира Спивакова событие всегда особенное. С музыки Чайковского началась его творческая жизнь. Первое произведение, которое я подобрал по слуху, было именно произведение Петра Ильича Чайковского. Я пришел домой и одним пальцем на струне стал подбирать эту мелодию. Та-ра-ра-ра-рта-ра-ра-ы-рри-ри-ри! Для набожных arrows для и више. Вы чистый проповедник моего любимого высокого искусства. Переписка с вами может быть только приятна для меня, хотя бы потому, что о музыке говорить всегда приятно, тем более с вами. Глубоко вас уважающий, П. Чайковский. Глубоко вас уважает. Там даже есть слова, есть текст, когда фон Мэг говорит о том, что для нее музыкант-человек – это высшее творение природы. В общем-то, конечно, я стою на сцене и говорю о Спилакове, имею в виду его. Человек очень одаренный, ему все время надо что-то делать, 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 отдать свои знания людям, потому что каждому человеку Господь дает свой талант, и мы должны через себя пропустить этот талант, подкрепить знаниями большими и отдать это все людям. Любое творчество оплачивается кровью, нервами, сомнениями, рефлексией. Это все в высшей степени всегда трудно, но когда ты выходишь на сцену, ты должен быть победителем. Слава Богу, не было концерта, чтобы не встал весь зал. А сейчас, уже когда выходим на сцену, объявляют виртуозы Москвы, дирижер Владимир Спехов, и зал встает в начале уже концерта. Дирижер Владимир Спехов. Сцена лечит от всего, она заряжает, если это настоящий концерт, если получился контакт с публикой, если получилось полное погружение в образ. Ради таких моментов мы выходим на сцену. Вообще, человек ведь живет в предчувствии, все время в предчувствии чего-то. Хорошего или не очень хорошего. Когда только раскрываешь партитуру, не знаешь еще, как это получится, что, как с этим быть, получится ли вообще. Вот Роберт Рождественский однажды написал замечательное стихотворение, которое отражает хорошо очень мою мысль. Оно звучит примерно так. Сначала в груди возникает надежда, Неведомый гул посреди тишины. Хоть строки еще существуют отдельно, Они еще только наитьем слышны. Есть эхо, предчувствие, притяжение, Почти что смертельное баловство и точка. И не было стихотворения, Была лишь попытка, желание его. Так, что дальше? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова